Где проводят лето городские дети? Конечно же, на дворовых площадках. Здесь они учатся общаться, играть, встречаться. Ну и в идеале хотелось бы, чтобы детские площадки были безопасными. Семилетняя Алена девочка смелая, судя по тому, как лихо она катается на карусели. На этой площадке вместе со старшей сестрой и подружками она гуляет почти каждый день. Страшилки, связанные с этими горками и лесенками, есть у каждой из подруг. Ты не туда хочешь! Я когда качалась на качелях, я немножечко сорвалась и разбила себе подбородок. Ну, мне, конечно, его зашивали, но с тех пор я уже более аккуратно отношусь к этой качели. Родители с еще большей опаской отпускают детей на прогулку. У Татьяны Лапшиной вполне конкретные претензии к устроителям детской площадки. Ребенок залезает по ступенькам и оказывается, чтобы ему оказаться на платформе безопасной, нужно упасть с высоты метр. Защитного ограждения с другой стороны нет. У платформы он может запросто упасть с высоты двух метров. Падали уже у нас дети. Здесь по ступенькам, если по кривой лестнице забираться, тоже расстояние шаг большой. Никаких внизу безопасных ограждений нет. Шивы, ссадины, ржавое белье испорченное навсегда. Все у нас есть. Не так давно поменяли горку. Не на новую, а на ту, что раньше стояла у соседнего дома. От перемены мест ничего не изменилось. Та же ржавчина на детской одежде и опасный подъем. Местные жители хотят, чтобы в их дворе были установлены красивые пластиковые горки и качели. Пока за качественным детским отдыхом приходится ходить к соседям. Я хочу, чтобы у нас была новая площадка и горка. Чаще всего старые неуклюжие конструкции пустуют. Но время от времени дети возвращаются к привычным, пусть даже уже и небезопасным качелям-каруселям. Дети есть дети. По словам представителей управляющей компании, пока средств на то, чтобы в этом дворе появилась новая современная детская площадка нет. Но в ближайшее время они пообещали заняться этим вопросом. Яна Чупахина, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.